Материально-техническая база медучреждений Приорали оснащена на 80%. Внедрена комплексная медицинская информационная система, в рамках которой 85% врачей обеспечены компьютерами, а 90% лечебных учреждений получили доступ к интернету. По программе «Цифровой Казахстан» здравоохранение региона переходит на электронный формат работы. Об этом и других достижениях сферы расскажет Райханда Жибаева. Совместно с ЮНИСЕФ проект «Патронажная медсестра» стартовал же на Кургане два года назад. За это время показатель младенческой смертности в районе снизился на 20%. Для Майры Ербасеновой это не просто цифры. Медработник со стажем считает, что пилотная модель, основанная на индивидуальном подходе и тесном сотрудничестве с социальными службами, помогает семьям в группе риска решать множество проблем. В моем участке 341 двор. Это 257 детей в возрасте до 5 лет. В зоне риска 6 семей. Я посещаю их дважды в неделю. Под контролем не только здоровье малыша, но и создание вокруг него безопасной среды. Приходится инспектировать комнаты в доме, двор и хозпостройки. Ведь ребенок может отравиться угарным газом, упасть в яму, схватить оголенный электропровод. Особый акцент на окружающую психологическую обстановку. Лучшим IT-решением 2017 года в сфере здравоохранения признано мобильное приложение Дому Мед. Инновация значительно упростила процедуру получения медуслуг, а повысить их качество позволит новая информационная система. В комплексную медицинскую информационную систему интегрированы 8 действующих программ. Работать она будет в режиме реального времени. Система позволит отслеживать работу каждого медучреждения, вести мониторинг загруженности врачей, оперативно реагировать на снижение качества услуг и устранять недочеты. Большое внимание уделено укреплению материально-технической базы лечебниц. 500 миллионов тенге область потратила на покупку медоборудования. Для сельских больниц и клиник закуплены 29 санитарных машин, три из которых оснащены передвижными флюроустановками. А в копилке достижений сферы признание инсультного отделения лучшим в Казахстане. Главное наше достижение – это снижение смертности и внедрение в практику методов лечения, позволяющих снизить риск инвалидности пациентов. Сегодня мы имеем возможность использовать санитарную авиацию и телемедицину. В минувшем году в селах региона открыли 11 медицинских пунктов, а в Казахстане – новую поликлинику на 400 посещений в смену. Все эти объекты построены в рамках государственно-частного партнерства. В следующем году по такой же модели сотрудничества мы планируем приобрести для медучреждения области 4 компьютера, 3 ангиографа, 1 аппарат МРТ и оборудование для детского реанимационного отделения. По предварительным расчетам на этой цели будет затрачено около 6 миллиардов тенге. Сегодня в Аральском, Щилийском и Казалинском районах начато строительство типовых больниц. Новая здравница появится в Вишелагаше. С ее вводом проблема аварийных объектов здравоохранения в Казалардинской области будет полностью решена.